Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий от канала Купленолсплей и... Тесты! Тесты! Тесты для школьников! Я, так как сам являюсь школьником еще, очень временами интересуюсь по поводу всяких моих психологических... Заскоков, наскоков, каких-то заебов, чего-то еще. Меня очень сильно интересует, потому что я хочу учиться хорошо, я хочу выучиться. Не обязательно одни пятерки, это не показатель, но все же, чтобы закончить хорошо, чтобы поступить в хороший институт, получить хорошую профессию и работать на хорошей, спокойной работе, которая будет полностью все. Поэтому, чтобы, если ты тоже как школьник, как и я, чтобы ты тоже в жизни, так сказать, себя нашел, чтобы тебе все это удалось, мы сегодня будем с тобой вместе проходить тесты на мою психологическую состояночку. На мое знание русского языка мы проходить не будем, потому что я только что уже его не прошел. Первый тест на сегодня называется «Ваша самооценка». «Я часто волнуюсь понапрасну». Один из пятнадцати вопросов слишком много. Я? Ну, бывает такое со мной, да, бывает. Вроде и вроде ничего, что нормально, что ты думаешь, блядь? А вдруг вот тут? А вдруг? Ладно, окей, иногда. Хорошо. «Мне хочется, чтобы друзья подбадривали меня». Ну, так, если вдруг, то, если я, конечно, вдруг что-то со мной случится, там, я загрущу, там, грустняшку какую-то поймаю, то, конечно, почему бы, пускай постоянно меня подбадривают без проблем. «Я боюсь выглядеть глупым». Нет, никогда вообще. Бояться выглядеть глупым – это плохо. Это плохо. Боясь выглядеть глупым, ты постоянно будешь себя в чем-то ограничивать. Постоянно думаешь, бля, что люди подумают, а вдруг я вот лоханусь, у меня не получится. Нет, не буду ничего пробовать, нахуй в пизду, останусь сидеть в этом болоте и отстать от меня. Всё, вот так вот. Нельзя так делать, нельзя, не надо бояться выглядеть глупым. Нужно уметь смеяться над собой. Вроде серьёзный, весёлый тест должен был быть, а получается, блядь, какая-то поебота серьёзная. А, а, я беспокоюсь о своём будущем. Нахуя я вообще-то тест прохожу, вопросов даже быть не может. Внешний вид других гораздо лучше, чем мой. Иногда, да, иногда, нет, а так срать я хотел вообще, кто там во что одевается. И сам тоже хожу в одной одежде по два года. А как жаль, что многие не понимают меня. Это я такой сижу на подоконнике в дождь, пью кофе и думаю, какие же они все глупые, тупые людишки, не понимают меня. Я один такой, один такой. Очень часто я так сижу и плачу. Чувствую, что я не умею как следует разговаривать с людьми. Ну, скорее всего, это надо спрашивать у людей, но, как мне говорят, я весьма бываю иногда груб, но... Поху я. Поэтому никогда я всё время не разговариваю с людьми так, как хочу, и так, как умею, и так, как нужно. Люди ждут меня чего-то... Люди ждут от меня очень многого. Если даже они от меня очень многого и ждут, есть логичный вопрос ко всем этим людям. Схуяли! Схуяли вы от меня что-то ждёте? Я вам что-то обещал? Вот, понимаешь, когда человек разочаровывается в тебе, тогда, когда ты сам вообще об этом не знаешь, не думаешь и не понимаешь... А какого хуица-то, собственно? Я тебе что-то обещал? Нет? Тогда объясни-ка мне, какого хуя я тебя расстроил, какого хера ты во мне разочаровался, но... Допустим, что... Допустим... Ну, иногда, окей, ответим, иногда. Чувствую себя скованным. Ну, редко, наверное, редко, наверное, да. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-то неприятность. Но это постоянный самозагон... Я хрен... Ну, возможно, бывает, но... Чтобы прям вот сидеть и, блядь, что-то не так... Чего-то не так, что-то не так. Это... Чего-то не так, это к чувству постоянной тревоги или что там было? Это, наверное, не сюда, окей. А мне не безразлично, как люди относятся ко мне? А... Ну, иногда, иногда, да, иногда похуям, иногда нет, иногда чего-то... Да я везде... Я... Я мог везде ответить иногда и быть просто амебой. Вот. Ну, иногда. Ну, не знаю. А чё, ну, блин, ну... А как лучше? А ж... Ну, ладно, иногда. Я чувствую, что люди говорят за меня, про моей... Про меня за моей спиной. Ой, да, наверное, говорят, наверное, наверное, часто говорят. Какие-то гадости сидят, обсуждать сидят, обсирать гадюшники там сзади устроили. Сидят, конечно. Да, я-то... Вот прям чую, чую. Я не чувствую себя в безопасности. Эм... Ну, наверное, редко. Окей, редко я не чувствую себя в безопасности. Мне не с кем поделиться своими мыслями. У меня есть, по крайней мере, камера. Но за камерой есть ты. Я с тобой делюсь, поэтому никогда мне такого нет. А люди не особенно интересуются моими достижениями. Ну, я писал на Твиче про достижения, которые Твич, например, даёт мне. Не особо на них смотрели. А вот по золотым кнопкам интересуются, да. Вот скоро 4 миллиона, если есть, а может быть и нет. Не знаю. Вроде как вот... Вот прям вот-вот совсем скоро. Не знаю, есть сейчас или нет. Но, наверное, интересуются часа. Да, хорошо, окей, часто. Тест пройден. Потрачено времени минута... Час сор... А, блядь, час сорок. Они у меня открыты были всё это время. Я их открыл, чтобы не потерять. И пошёл записывать каменюги, короче. Они всё... Ладно, окей. Результат. Можно надеяться, что у вас всё в порядке. А можно, блядь, и нет. В случае возникновения чувства неуверенности в себе, воспользуйтесь простым упражнением. Подойдите к зеркалу. Подходишь вместе со мной? Бери телефон, комп, что угодно. И пойдём к концу вместе. Подойдите к зеркалу. И с 12 разными интонациями скажите. Я красивая и умная. Чем этот тест опять проходит женщина. Не думайте, что это шуточное упражнение. Вовсе нет. Это достаточно серьёзная тренировка нервной системы. Самопогружение. Которое, несомненно, принесёт вам пользу. Не бойтесь себя. Люди будут вам рады. Окей. А как, блядь, 12 разными интонациями? Я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная, блядь. Я красивая и умная. Я такая красивая и умная, что просто обосраться. Я красивая и умная. Я красивая и умная. Я красивая и умная. следующий тест называется хорошо мое положение в классе в группе я я на самом деле и моё поло я блатной крутой а блять вообще четкий чувак в классе меня все знают что уже как блять это показатель а есть люди которые тебя не знают блять это показатель просто всего если тебя в классе все знают значит значит ты просто как бы ну тебя замечают временами мое положение в классе в группе 6 вопросов если кто-нибудь если бы кто-нибудь из отличников получил бы двойку то я я когда открыл этот тест я сразу ну это первый вопрос у меня сразу возникла ну и лог блять я бы открыто выразился я бы просто крикнул а лошара ебаная ну если бы можно было ебаная сказать а лошара по-любому окей без проблем если бы кто-либо из неприятных мне учеников класса испачкал стену школы затем началось следствие и подозрение пал на меня то я ну я послал всех нахуй и наверное просто сказал бы идите нахуй зачем а открыто бы заявила виновники ну нет постарался бы скрыть открытие сину тихо ну нет это это на крыса типа блять это не я это он это он сука он сука блять отвечаю нет посоветовал бы виновным сознаться ну все мне неприятен хулись не буду разговаривать эээээ спокойно воспринял свой приговор гордо исполнил бы роль мученика а где послать нахуй сказать отъебаться от меня посоветовал виновным сознаться это знаешь тип такой это совершенно не связанник как открыто завела виновник такой типа купленов зачем ты испачкал стены ты будешь наказан и такой сидишь на бля слышь ты чё охуел чё на меня то все гонят может ты признаешь в конце-то концу аааа это вообще без спалька окей бляха ну и выбирая выбирая из этого я бы сказал слышно и педрил иди нахуй с этого посоветовал бы хорошо посоветовал бы в открытой форме чтобы всем стало понятно кто виновник тем самым типа я не при делах я никого не сдавал мне не очень не надо окей когда ко мне обращаются с просьбой дать списать одолжить деньги поделиться помочь в уборке и т.д. то я катерически отказываюсь стараюсь сказать под уголовным предлогом выполнил вдыхаю встречную просьбу как правило делаю что просят а делаю подчеркиваю что я ничего не прошу нет ну когда мне говорят дай списать мне не жалко вообще во первых денег одолжить ага щас вот нахуй я знаю что не дождешься поделиться чем бля поделиться а это смысле а это тоже помочь в уборке давай возьмем смотри денег не дам потому что не допросишься а поделиться чем-то хуй вам помочь в уборке это без меня получается дать списать без проблем я давал мне похуй вообще а дать списать 3 1 дать списать проиграла значит я ну если бы было 4 0 я бы конечно категорически отказался но я стараюсь отказать под предлогом того что ну у меня во первых с собой ничего нет бля самому мало иди ты нахуй я не убираюсь без проблем окей когда нужно выступить за класс спорте на соревнованиях в драке самодеятельные конкурсы внутренней акции то я стоять не приглашал ебать жду когда попросить и сделаю участвую дикое условие серьезно шуточный тест и меня все время кто-то звали меня раньше ну когда-то в начале меня звали потом меня просили уже под конец меня в принципе блять принудительно заставляли понимаешь это охуеть типа слы ну так как бы иди потому что если чё-то не пойдешь что нет охереть нормально вообще ага участвую во всем борюсь за честь класса и подавлю пример другим я изначально хотел было желание потом это так пиздец надоело что я просто ждал когда попросят ну и соответственно делал потому что ну ну надо надо как бы я же не могу типа вот просто пойти против всех а потом сидеть и охуевать почему у меня все плохо не 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 вот так окей а когда речь заходит обо мне я слышу критику свой адрес то я запоминаю так мне да и бать сижу так а а я бля запомнил там вот так на запас запас запомню вот я вот я тебя запомнил смотрю за тобой слежу только только попробуй закосять день то а с равнодушным не реагируем на переживаю за благодарность принимать лид нет сука почему меня критикуют вообще на самом деле мне похуй это изначально варианта как бы совершенно все равно и конечно мог бы быть гнидосом и запомнить ха 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 на это тоже хорошо типа знаешь мне например скажут типа вот ты там жирный ты жирный и я такой сижу сука я тебя запомнил потом просто такого цветка а ты пидор давайте короче его также я отвечу когда в группе совершаю проступок совершаю или совершают Сорвали урок, разбили что-либо, подрались Я стараюсь свалить вину на других А когда я совершаю, окей Совершают, наверное Стараюсь свалить вину на других Стараюсь выкрыть свою единочку и избежать наказания Объясняю причину, если я признаю вину Ну вот я Не, вот последние варианты Это не про меня вообще совершенно ни разу, нахуй Во-первых Чтобы остаться безнаказанным А это логично Надо сначала постараться Свалить вину на других Скользкий тип такой, ебай А тут ни при чём Протиснулся сквозь тиски наказания Потом, типа, если не получится, то вам надо стараться Выкрутиться Если вас спалили, прикинь То есть вы с другом Накосячили, втроём То есть вы втроём накосячили И ты такой Бля, я ни при чём Это всё они, идите нахуй, у меня здесь не было И уходишь Это первый вариант, тут тебя хватают за шкирку Такие, слышь, слышь, слышь Всё увидели, всё доказано И такой Бляха, ну меня заставили Я вообще ни при чём И такой Ладно, впоследок Уползаешь Давай ответим Первое, окей Какая же я гнида Тоже час сорок восемь Но я их открыл примерно в одно и то же время Музяк хороший В классе вы держитесь либо Насилие и страхи окружающих Либо Вы наоборот слабые, беззащитные Охуенный тест Вы либо классный, либо мудак Ты понял? Вот так вот Я, блядь, без вопросов могу ответить Вот лично тебе Ты либо классный, либо мудак Вот Другого не дано То есть я Прохожу тест, чтобы узнать Моё положение в классе И вместо того, чтобы узнать Моё положение в классе Мне говорят Бля, ну ты либо то, либо то И с другой стороны Если ты первый То вы должны знать Что большинство учеников Скорее всего Вас абсолютно не уважает Но боится Все с облегчением вздыхают Когда вас нет рядом Вы в классе тоже мучаетесь Делая вид, что вам не на всё выплевать Но вы понимаете Что многие человеческие радости Проходят мимо Скорее всего Ваша настоящая жизнь Вне школы Ваше положение опасно Вы не получаете того Что необходимо Каждому человеку В вашем возрасте Нормального человеческого Ка-а А, вы не получаете того Что необходимо В вашем возрасте Нормального человеческого общения Рекомендации Постарайтесь быстрее Изменить свою жизнь Ты представляешь Неокрепший человек Пройдёт этот тест Он же, блядь, повесится Может после этого Но если Если вы слабы То Вы должны знать Что отсутствие в своём я Это полное А, отсутствие в своём я Полное почтение другим Это, как правило Вследствие лени Отсутствие воли Наплевательского Отношения к себе Прежде всего Нужно преодолеть Психологию раба Во-вторых Взяться за учёбу В-третьих Не подражать другим А показать всё лучшее Что в вас есть Не ожидая восторгов От окружающих Признание Придёт Само Блядский Глупый Тупой Нерабочий Тест Ха-ха-ха Вот и всё На последний тест У меня Запланирована Специальная Мотивационная Музыка Которая Меня Смотивирует На что-то Из-за вариантов Ответа предыдущего Точнее Из-за вариантов Результатов Предыдущего теста Называется Анкета Школьной Мотивации Матьё Тебе нравится в школе? Нет Утром Когда ты просыпаешься Ты всегда с радостью Идёшь в школу Или тебе Часто хочется Остаться дома Аа Нет Хе-хе Ну бывает пора Чаще хочется Остаться дома Кому, блядь В наше время Чаще не хочется Остаться дома? Зачем? Я не говорю Я тебе говорю В школу Надо ходить Обязательно Не лениться Не прогуливать В результатах Прошлого теста Была какая-то логика В втором варианте Не надо ли Надо делать То, что тебе Нужно Запомни Сейчас Школа И учёба Это Твоя Работа А то, что Ты нормально живёшь Это твоя Зарплата Поэтому Нахуй мне Чтоб я больше Этого не видел Прогуливаю Школу Найду И дам Пиздюлей По жопе Надаю Ремнём Найду Найду Родителей И скажу Ёб твою мать Понял? Вот так вот Но Чачи хочется Остаться дома Но это не значит Что остаёшься Вот так вот Вот Если бы учитель сказал Что завтра в школу Не обязательно приходить Всем ученикам Что желающие могут Остаться дома Ты пошёл бы в школу И остался дома Я Не Перерабатываю Работай Работай Да не перерабатывай Золотое правило Блядь Въябывай Да не Навъябывайся Чтобы потом Не смой Поэтому Если есть Возмо Не прям Чтобы блядь Па Дайте мне возможность Если появляется Возможность Отдохнуть Собраться с силами Просто Вроветрить голову То почему бы Ей не воспользоваться И идти же Пассатижи Окей Тебе нравится Когда вас отменяют Какие-нибудь уроки Мне нравилось Всегда Если его отменять Значит он нахуй не нужен Значит он нам Зачем не сдался Ты хотел бы Чтобы тебе не задавали Домашние задания Я бы хотел бы Но В этом Мало смысла В этом мало толка Кто бы там Что бы там Не говорил Что домашние задания Для детей Это сурово Что нужно все Успевать получать В школе Это все Ебучий Пиздеж Люди Которые это говорят Они нихуя Не соображают Запомни Эти люди Ничего не соображают Если ты не будешь Закреплять материал Дома То все То все Что ты проходишь В школе Оно даже Не то Что из уха В одно Вошло Из другого Вышло Вот так Будут тебя Огибать Понимаешь Потому что Люди приходят В школу И для кого-то Это все Пролетает Просто мимо ушей И если ты не будешь Делать что-то Дома Если ты не будешь Закреплять материал То ты будешь Просто Ге Два плюс два А нахуя У меня это Вот такое Это все Пиздешь Нельзя Детям Нужно Немного Не прям Чтобы прям Пиздец Вот так Вот целые сутки Сидеть Но Чтобы закреплять И вспоминать И запоминать Материал Естественно Нужно Поэтому я Не хотел бы Ты хотел бы Чтобы в школе Остались Одни перемены Блядь Одни перемены Это опасно Зачем приходить В школу На одни перемены Это Относится К тому же Вопрос Нет Не хотел бы Все-таки Это как бы Школьная Мотивация Как бы Ты сам себя Тоже должен Немножко взять Вот Сказать Ёб твою мать Соберись тряпка В конце До концов Схватит уже Хуи пинать дома Нет Не хотел бы О Вот так Вот музыка Тебе говорит Я тебе Блядь Дам Дома Посижу Высоко Ты часто Рассказываешь О школе Родителям Я Нет Не рассказывал Нет А ты Хотел бы Чтобы у тебя Был Менее Строгий Учитель Ну я не знаю Учителя Строгие Настолько Насколько Они хотят Есть конечно Переборы Пиздец Какие Был у меня В свое время Не то чтобы Прям перебор Но Такой Блямок Короче Заяц Но я бы Не хотел Блядь Каждый учитель Он что-то Приносит Человека Свое Даже Учитель Который Строг Перед Которым Тебя Трясло Блядь Но тебе Нужно Было Перед Ним Все Выполнять Это же Он Как-то Вставит Вставит В тебя Одну Одну Блядь Стержень Один Зовут Меня Либо Болятся Либо Не Уважают С прошлого Теста Нет Друзей Получается Я блядь Кто ты Я прихожу В класс Мне говорят Парень Ты класс Машин Ты в классе Учишься А я говорю Ну ты что Я с тобой За одной Партой Сидим А это ты Мудак Окей Все Ладно Что ж Тебе Тебе нравятся Твои Одноклассники Нет Ну мои Одноклассники Были Нормальные Почему бы Нет Пусть Будет Нравится Они меня Не знают Но мне Не нравится Хорошие Одноклассники Хули там Хули там Окей Результат К сожалению У вас четвертый Низкий Уровень Адаптации Недостаточный Уровень Мотивации Говорит о том Что ребенок Отрицательно Или Индифферентно Относится К школе Индифферентно На отъебись На похуй Если что Нередки Жалобы На Нездоровье Доминирует Подавленное Настроение Наблюдается Нарушение Дисциплины Объясняемый Учителем Материал Усваивается Фрагментарно Самостоятельно Работа с учеником Затруднена При выполнении Самостоятельных Вчемных заданий Не проявляется Интереса К урокам Готовится Нерегулярно Необходимый Постоянный Контроль Систематическое Напоминание Побуждение Стороны Учителей И родителей Общественные Поручения Выполняют Под контролем Без особого Желания Пастивен Блик И друзей Не имеет Эти детям Нужно развивать Внутреннюю Мотивацию К обучению В школе Вот это я Короче Мудак Вроде Блять Отвечал нормально А А какой-то Пиздец Что происходит Я не понимаю Что происходит Ну ладно Это все Опять-таки Несерьезно Шутки Это все Но Много чего я сегодня Сказал Было полезно Это надо запомнить К этому нужно прислушаться Не наплевательское Отношение к чему-либо Не приколюшки Вот эти Смехуечки А серьезные вещи Я тебе сегодня сказал Задумайся Я в школе Учился На отлично Ха-ха Если что Я не шучу Представлю Вот я сижу тебе А в школе Те пятерочки были Между прочим Развивать Надо Все Даже Биологию Ха-ха Я помню Бля-ля-ля Я помню Биологию сдавал Сложно Это короче Грянов что-то сдал Поэтому Учись Старайся Запомни Учеба Это твоя работа Не нужно от нее отлынивать Это нужно Это тебе Я Понимаю И сейчас Я знаю Что Очень много Из того Что я проходил Когда-то в свои годы Мне нахуй не сдалось Вот совершенно Но я Рад Потому что Я это проходил Потому что Возможно Случить что-то Я что-то Вспомню Понимаешь Школа Не обязательно Должна вдолбить В тебя Все Что ты должен Знать Школа Расширяет Кругозор Чем выше Твой кругозор Тем Тем легче Тебе живется Тем ты Умнее Тем ты Приспособленнее К этой Бляха Тяжелой Мать ее жизни Поэтому Учись Учись Чтобы мне не было За тебя стыдно Учись так Чтобы я гордился Тобой Будешь Потом В паблик Скидывать Свои дневники Оценки Пятерки Пятерки Блях Без троек Нахуй Тройки Не нужны Нам Есть тройки Исправляй Все Чтобы Блях Все Концу года Отличниками Стали У меня Вот Оттого Целых Полгода Блях Две Четверти Сука Чтобы Отличником Стать Лень Что Ли Ух Блях Если Меня Не зли Меня Все Солен Подписывайтесь На инстаграм Комментируйтесь Ставьте лайки Учитесь Блях Приду Проверю Всем До встречи Всем Пока Раньше Здесь Был Мат Субтитры